Приветствую вас! Ну что, Трамп оказался тросом. Нет, подробнее как не скажешь. Он боится теледебатов с Харрис. Сначала он сказал, что будет 10 сентября, а потом 9 сентября. Потому что не он его пресс-служба зовет. Теперь уже не будет. И когда Трампа задали вопрос, почему, он говорит, у меня есть аргументы не делать этого. Струсил! 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 Не-не-не, я понимаю, понимаю, что струсил. Для начала, всех зрителей, мне глубоко наплевать, кто будет президентом США, Харрис или Трамп. Все эти гнилые разговоры. А вот Трамп станет он ложь. А вот Харрис станет она ложь. Для Украины это никак не влияет. Запомните раз навсегда. Войну в Украине ведут украинские олигархи. Американские зарабатывают на военных поставках. По этой причине не имеет значения, какая фамилия президент США. Военная помощь Украине будет продолжаться. Ну сами подумайте, военно-промышленный комплекс. Зарабатывает бабло. Причем действительно в США произошло ренессанс. Был ряд американских компаний, которые производили оружие. Они были на грани банкротства. Да, я не шучу, я серьезно говорю, на грани банкротства. Сейчас они успешно развиваются. Даже некоторые американские экономисты сказали, что рост ВВП США. Понятно, ВВП США это штриллиончики. Так они посчитали, что благодаря военным заказам на сегодняшний момент 0,3 процента в рост ВВП США есть. Это очень много. Очень много. Еще раз говорю, понимаете, в США 1 процент роста. Это маленький ства. По этой причине это очень много. И да, действительно, на сегодняшний момент не имеет значения, какая фамилия президент США. США будет войну поддерживать, поддерживать, потому что это выгодно, выгодно, выгодно. Мало того, происходит очень интересная ситуация. Они из бюджета выделяют деньги, закупают оружие, поставляют Украине. Класс. При этом путинская Россия ослабевает. Соответственно, ее проще разорять. Да, Китай ворует больше. И вот здесь как раз это, как бы так сделать, чтобы воровать Россию, что есть. Ну, в принципе, вот такая ситуация. По этой причине вот эти разговоры вот-вот-вот-вот. Да нет! Не, потрандеть можно. По этой причине, еще раз говорю, мне и вообще народу Украины и вообще в войне это не имеет значения, кто будет президент. Поняли? Молодцы. Но потрандеть, что вот будет это можно. Возвращаемся к выборам. Да, действительно, выборы в США. Интрига, интрига, интрига. Шоу, шоу. Опрос. Смотрите. Еще раз. Я прошу прощения, что я повторяю, но понимаете, иначе вы не поймете. В США выборы идут выборщики. В разных штатах, ну, чтобы вы правильно, выборы не так, как у нас проголосовали. Нет. Там люди избирают выборщиков, которые будут избирать президента. В разных штатах количество выборщиков разное. Не удивляйтесь. Ну, это традиция. Все неправильно. Там бывает штат маленький, выборщиков много. Штат большой, выборщиков мало. Поменять невозможно. Невозможно. Ну, мы уже пытались. Сложно. Вот остались. По этой причине, вот когда говорят, кто победит, ну, кто победит на этих выборах, или победять. Победять – это лучше. Очень часто обращают внимание, какой кандидат побеждает в каком штате. Это очень важно, потому что от этого, в общем-то, и результаты выборов. Еще раз напоминаю, я уже не знаю, какой тысячу первый раз. Согласно последнему голосованию, когда вот был Байден и Трамп, больше всего проголосовали за Трампа. По количеству людей за Трампа. Но выборщиков оказалось больше у Байдена. Ну, такая у них система. Понимаете? Почему я так длинно говорил? Сейчас подскажу. Сейчас Фокс, по-моему. Да, по-моему, Фокс. Они сделали очередные опросы по штатам. Исходя из этого, посмотрели, в каких штатах, ну, в общем-то, может победить Харрис, в каких может победить Трамп. Потом прикинули, сколько там выборщиков. Поняли? Это очень важно. Но у них немножко трогает система. И, исходя из этого, сказали, вот так, так, так. Понимаете, у них есть так званые, ну, как бы, основные штаты. Ну, просто там много выборщиков. Если ты в этих штатах побеждаешь, то... Поняли? Вот, ну, я говорю, такая немножко запутанная. Почему у них действительно, когда вот выборы очень много там карт, которые рисуют по штатам, говорят, вот это центральные штаты, эти штаты. Ну, там действительно есть штаты, которые, вот ты там победил, толку мало, там выборщиков мало. Говорят, несправедливо. Ну, так сложилось. Поменять невозможно. Невозможно. И да, действительно, по карте, которая сейчас получается, что больше, если взять всю карту США, то больше всего штатов, где побеждает Трамп. Но, если взять ведущий, там, где больше всего выборщиков, побеждает Харис. И вот это не три. Это вопрос. Это вопрос. Это еще раз кто проиграет. Это вопрос. И по этому причине сразу, вот, видите, тут поменялось. Причем раньше, как вы понимаете, что Захарис был, ну, Захарис за Байденом было меньше. И вот эта интрига сейчас очень обсуждается. Очень. Потому что, ну, вот если вы случайно будете смотреть американские телевидения, там очень много обсуждают вот эти вот соотношения штаты, выборщиков, кто как. Да, теледебаты, конечно, были очень интересные. То, что Трамп трусит, жаль, жаль. Оба, набьет размазу. Ой, размазу. Понимаете, скорее всего, Трамп, почему он боится? Он боится, что он сорвется. Он эмоциональный. И может наговорить много глупостей. Понимаете, какая ситуация. Есть вещи, которые даже несмотря на вот такую свободу США, лучше не говорить. Ну, просто поймите, но есть вещи, которые большая часть жителей США не воспринимают. Нет. Украинец это можно, это без проблем. А там нельзя. Там нельзя. Ну, к примеру, там действительно лучше не трогать тему верующих. Там действительно верующие довольно специфические, но лучше не трогать. Вот лучше не трогать. Так само, как не трогать тему, кто в что верит. Потому что там действительно, ну, как бы сказать, вот, пускай верит и не морочить голову. А если это трогаешь, это болезненно. Ну, лучше не надо. Плюс ко всему, ну, вы знаете, что там вот эта свобода всевозможных сексизма, рексизма и так далее. И тему, ну, она болезненно воспринимается сексизм. Ну, она просто, да, да. Транссексуал? Да, пожалуйста. Там гетер? Пожалуйста. А вот тут лучше не трогать. Ну, она такая шаткая, шаткая, шаткая. А Трам боится, что может сорваться и нагореть глупости. И тогда, понимаете, будет говорить, как, как это? Боится. Поэтому очень не боится. А Харрис, ну, действительно понимает, что она может спровоцировать Трампа. Так что, такая ситуация. А она как расхочется. Она сейчас выступает. Причем, понимаете, в чем тут хитрость? Сейчас, как бы, ну, как бы мяч на ее стороне. Потому что она сейчас просто критикует, оскорбляет, матюкает. И может быть, сколько угодно. Обзывать можно Трампа. Потому что он говорит, трус, мерзая там. Вообще, по большому счету, чтобы вы правильно немножко поняли. Есть вот оскорбление, которое нельзя. Но это не мат. Не мат. Это оскорбление. Ну, считается оскорбление, которое касается там ряд. А вот, к примеру, сексуальная, ну, такого мат сексуального в адрес Трампа. Это не проблема. Ну, какая проблема? Ну, здесь они сходят к какой-то точке. Это выступление. Тем более, смотрите, тут же все же показано, что это для взрослых. Ну, дети же на выборы не ходят. Ну, было логично. А взрослые, ну, мало чего. Взрослые люди. Ну, что мы тут будем там типа хаджи? Да, используем. Да, обзываем, да. Вспоминаем, что у кого там есть и как они этим пользуются. Ну, что тут такое? Ну, что страшно? Свобода? Так что интернет продолжается. Вообще, по большому счету, еще раз скажу, что все самое красивое будет в сентябре. Даже не в августе. Сейчас подготовка, подготовка в сентябре. Тогда будет махач. Во-первых, я так еще не видел. Я жду, 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 когда же будет такой выброс черного пиара против Харриса. Жду. Не, но то, что там она смеется, это чепуха. Надо что-то такое. Как можно. Соответственно, я так понимаю, Харрис там готовит против Трампа и так дальше. Шоу должно быть красивое. Еще раз говорю, мои друзья, выборы нужны. Люди должны выпустить пар. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент, опять же, вопросов очень много. И опять же, если вы посмотрите американский, американский Твиттер, не этот Амин, вы увидите, что там, ну, срач зашкаливает. Причем срач такой жесткий, махач. И есть видно такое ядро за Харрис и за Трампа. Причем, понимаете, такие... Ах! Да. Развлечения. Людям это нравится. Шоу должно продолжаться. Выборы должны быть. Люди должны перестараться, перескандалить. А после того, когда изберут, они поймут, что они массовка на этих мероприятиях. Хотя, с другой стороны, вы же ходите на стадион, смотрите спортивные соревнования. Да. Кто вы? Массовка. Ну, зрители. От того, что ваша команда выиграла, вы что, это бабло получили? Они получили, но не вы. А вы еще заплатили за то, что, ну, смотрели. То же самое здесь. Вы платите за участие в выборах. Платите вашими налогами, вашими ценами, вашим царем. Но вы никак на него не влияете. Там все решает только олигархи. Они вам дают возможность поразвлекаться. Все вопросы. Вы что думаете? Президент США принимает самостоятельное решение. Не смешите мои тапочки. Любой президент-премьер служит верой и правдой местным царькам и олигархам. Должны отработать те деньги, которые на него инвестировали. Подром это не работает. Но выборы должны быть это красиво. А пока что до свидания. Виталий вас. Ну, если вы смотрите мой канал, значит, что это зацикало, то я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную страницу моего канала. Тисните кнопочку «Спонсорство» и два пакета для спонсоров. Дешевше не бывает и Клуб экономической мудрости. Дешевше не бывает – это, прежде всего, для тех спонсоров, которые хотят посмотреть премьерный показ эксклюзивного видео, поспілкувать, задавать вопросы под видео и получать ответы. Клуб экономической мудрости – это уже, если вы хотите заняться бизнесом и не разориться. Инвестировать деньги не только в Украине, а и за кордоном. И как это сделать правильно, чтобы был прибуток, ну и податки правильно заплатить. Ну и самое основное. Клуб экономической мудрости – это про экономику, но и настолько простыми словами, что даже если вы не экономисты, то вы понимаете. Так что ставьте спонсором, не пожаркуйте.